Куда потратить материнский капитал? Многие из вас задаются этим вопросом прямо сейчас. Потратить материнский капитал на покупку квартиры в ипотеку для того, чтобы улучшить жилищные условия или для инвестиций? Может быть загасить уже имеющийся ипотечный кредит? Какие проблемы вас могут ждать, если вы неправильно примените материнский капитал при покупке квартиры в Москве или Московской области? А может быть даже и во всей стране практически правила везде, во всех регионах одинаковые. Об этом прямо сейчас я расскажу в этом видео. Расскажу о том, как избежать возможных трудностей и проблем. Меня зовут Константин Муравьев. Поехали! Вводная часть. Материнский капитал в России выдают с 2007 года. При рождении одного ребенка или при усыновлении одного ребенка. При условии, что родители не пользовались мерами государственной поддержки ранее. Материнский капитал можно получить только один раз. Материнский капитал в России выдают с 2007 года. Его можно получить при рождении одного ребенка или при усыновлении одного ребенка. Еще есть важные уточнения и обновления от 1 февраля 2024 года, но об этом мы поговорим чуть позже. Видео не выключайте и смотрите до конца. Куда можно использовать материнский капитал, расскажу прямо сейчас. Материнский капитал можно использовать на первый взнос по ипотеке. На погашение основного долга или процентов по уже имеющейся ипотеке. На постройку жилого дома. На реконструкцию жилого дома. Можно использовать его на покупку пая в жилищном кооперативе. Кстати, интересно, кто-то использовал, применял его таким образом? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Можно оплатить общежитие для своего ребенка-студента. Можно потратить на детские сады и развивающие центры. Это было краткое введение. Едем дальше. У меня канал про недвижимость. Не только обзоры, но еще и информативная полезная часть. Поэтому будем говорить про материнский капитал в отношении приобретения и продажи квартиры. В основном будет информация касаться Москвы и Московской области. Но, опять же, закон на всю Россию один. Однако опеки в разных регионах могут применять его по своему усмотрению. Самая жесткая опека, конечно же, в Москве. Я буду говорить банальные вещи, но без этого никуда. Да, уже много лет, наверное, с 10 лет уже, даже больше. Вы мне задаете одни и те же вопросы. Поэтому я решил записать данное видео. Сохраняйте его себе и делитесь с друзьями, у которых родились дети. Оно им обязательно пригодится. Естественно, при покупке квартиры с использованием материнского капитала вы должны будете выделить доли детям. Опять же, банальная вещь. Вы скажете, что вы это и так знаете. Но в ипотечной квартире, например, вы можете выделить доли только тогда, когда полностью ипотеку закроете. И в этом, казалось бы, банальном факте есть столько рисков. И я реально видел, как люди даже после развода живут в ипотечной квартире в одной, в разных комнатах. Слава богу, у них хоть комнаты свои в этой квартире. Но продать они ее не могут. Там, конечно же, есть еще человеческий фактор. Могли бы продать, купить что-то ребенку или положить ему на счет, а себе снимать в разных, не знаю, концах Москвы квартиру. Но такие факты есть и такие случаи есть. А именно потому, что доли ребенка выделить они не могут. Ну, как они их выделят, если они ипотеку не могут закрыть? Ну, окей, нашли такого покупателя, закрыли его деньгами ипотеку, выделили доли и пошли дальше на сделку. Но вы представляете, как сложно, тем более в Москве, такого вообще покупателя найти. Я лично пробовал, у меня не получилось. Вы себя поставьте на место покупателя, вы бы такую квартиру купили, загасили бы за кого-то ипотеку. Ждали бы потом, чтобы, ну, пока они выделят долю ребенку, чтобы как-то на счет деньги положить или новую квартиру купить. Да и никогда в жизни. Я таких людей не знаю. Если вы такой человек, напишите в комментариях. Или если у вас была такая ситуация, тоже в комментариях пишите, давайте друг другу помогать. Едем дальше. Так вот, специально записываю это видео, вы пытаетесь обмануть систему очень много раз. Звоните мне, пытайтесь понять, может быть что-то новенькое появилось, благодаря чему вы сможете не покупать детям квартиру, а может просто там бабушкину квартиру кусочек подарить и на этом московская опека успокоится. Нет, друзья, ничего нового, к сожалению, пока нет. Поэтому зафиксируем банальные истины и факты. То есть данность, их уже можно в камне высекать и выкладывать в центре Москвы, не знаю, или где-нибудь еще в России. Итак, едем дальше про Москву. Рассказываю. Вы купили квартиру, выделили доли детям и решили ее продавать. Что же вас ждет? В Москве опека вам не одобрит ни одного варианта, кроме как продажа квартиры, в которой есть детские доли, и одновременная покупка квартиры, в которой доли новые у детей будут не менее по метрам и не дешевле в цене. Очень редких случаях, но такой практики нереально мало, и это только сейчас, в 2024 году, спустя 17 лет после вообще появления материнского капитала, московская опека начала разрешать положить деньги с продажи детских долей на счет. Ну и то, это микродоли, потому что с материнского капитала, ну вы понимаете, в московской квартире можно выделить одну тридцатую доли, и она будет стоить там 500-600 тысяч рублей. Ну такие деньги еще реально положить на счет, хотя очень сложно. А оставшиеся деньги пустить на покупку другой квартиры, ну или на другие имеющиеся у вас нужды. Но и в этой ситуации есть один нюанс, сейчас расскажу какой. Если вы купили квартиру на вторичке с использованием материнского капитала и доли еще не выделили в ней, то материнский капитал можно вернуть государству. То есть обратно сказать, что государство, спасибо тебе за такой подарок, но забери, пожалуйста, обратно. Два месяца у вас на это уйдет, и то гарантии, что государство примет материнский капитал обратно, стопроцентно нет. Но у нас есть такая практика. Как это будет происходить? Кто такое вообще умудрился сделать, вы можете знаете, где узнать? 4 июля у меня будет эфир с моим учителем, с топ-юристом из Москвы, который специализируется именно на недвижимости. Именно он возвращал материнские капиталы. Приходите к нам на прямой эфир в четверг, 4 июля в 8 часов вечера. Задавайте свои вопросы, мы сможем там на них все ответить. Ну ладно, на все вопросы не ответьте, можем перенести на другой эфир. Но приходите, там будет очень интересно. Кстати, классный анонс получилось сделать. Едем дальше. В общем, мы, возможно, если не выделены доли в квартире, сможем их вернуть обратно государству. Если нет, московская опека, скорее всего, не разрешит вам ничего, кроме как одновременной покупки другой квартиры. Московская область. В московской области более сговорчивая опека, и там можно продать квартиру и положить все деньги на счет ребенка. Но, опять же, для последующей покупки квартиры, а не для того, чтобы потратить их там, не знаю, на переезд за границу, покупку дома за границей. Такие случаи были. Мы пытались при выезде родителей, вообще всей семьи на ПМЖ продать квартиру, в которой есть детские доли. А деньги, ну, взять с собой на покупку квартиры за границей. Такого механизма нет. Люди вынуждены иметь здесь и дальше владеть квартирой. Может быть, это и хорошо, у них есть запасной аэродром. Если за границей что-то не получится, они всегда вернутся в эту квартиру. Но, знайте, других инструментов пока не появилось. Волшебства никакого нет. Есть некоторые хитрости. Рассказываю, какие. При покупке квартиры для ребенка можно использовать недвижимость родственников. Но, опять же, никакого дарения, ничего. Можно купить. Говорю вам это по секрету. Более подробную информацию вы можете у меня на платной консультации получить. Обязательно консультируйтесь перед покупкой квартиры, перед использованием материнского капитала. Или уже, если использовали и хотите продать, тоже без консультации не делайте и шагу. Там очень много рисков. Ответственность очень большая. Прокуратура за этим очень сильно бдит. И были уже уголовные дела. Я уж молчу про обналичку материнского капитала. Объявления о которой вообще висят по всей России. В Москве этого нет. Но только в регион выезжаешь. На каждом столбе, не знаю как сейчас, напишите, кстати, в вашем регионе есть. Объявлениями все заклеено. Обналичие материнский капитал. Обналичие. Сейчас за это тоже уголовка. Так что опасно. На это все не ведитесь. Я вас умоляю. Так вот, подытожим. В Подмосковье чуть попроще. Но опять же, у вас других вариантов, кроме как на эти деньги с продажи квартиры, где доли детей, купить другую квартиру, никаких нет. Да, вам разрешат положить на счет. Опять же, для покупки новой квартиры. Может быть, если вы не наделили детей при покупке квартиры большими долями, а наделили микродолями, пожалуйста, то есть считайте, что вам повезло. В Подмосковье опека более охотно разрешает положить эти деньги на счет. А оставшиеся деньги вы уже можете использовать по своему усмотрению. Едем дальше. Сейчас будет очень интересный раздел. То есть мы дошли до того, можно ли купить квартиру в ипотеку, продав старую квартиру, в которой собственники дети. Если вы начнете сейчас интересоваться в интернете и даже где-то консультироваться, спрашивать у знакомых, вам скажут, что можно. Да, но на практике я вам объясню сейчас, что будет. Если забегать вперед, то нифига, практически в 99% случаев вы такую операцию провернуть не сможете. Если вы живете в регионе, не в Москве и Московской области, то да, там это все получается вообще без проблем. В Москве очень сложно. Я вам еще раз напомню, что скорее всего не получится. И объясняю почему. Итак, при продаже детской доли опека вам должна дать разрешение в таком формате, что мы, опека, разрешаем продать квартиру и разрешаем купить с привлечением ипотечных средств новую квартиру. То есть фактически наложить обременение на долю ребенка. Даже если вы добьетесь от опеки такого разрешения, вы пойдете в банк и скажете, вот у меня разрешение, давайте делать. Банк знаете вам, что скажет? Дружище, подожди, подожди. То есть ты предлагаешь мне в залог квартиру, если что, ты вдруг обанкротишься или умрешь, я ее продать-то как смогу? У меня останется там невыделенная, прошу внимания обратить на этот момент, невыделенная доля ребенка. И такой объект я не смогу реализовать с торгов. У меня его никто не купит, опека не даст разрешение. А значит, друзья, 99% банков вам в такой сделке откажут. И в Москве и Подмосковье мы очень много раз пытались, у нас практически ни разу не получилось. Есть один банк, который говорит, друзья, мы вам все сделаем, мы такое уже делали. Это зеленый банк. Они говорят так, получаете разрешение в опеке на продажу, а дальше просто приходите к нам и покупайте. На покупку разрешения опеки-то нам не надо, мы банк вообще не проверяем. В Росреестр прикладываем на продажу только разрешение. Слушайте, и что-то мне подсказывает, ну это я консультировался у своих кураторов, они говорят, мы такие сделки сделали. Да, там все законно, но что-то мне подсказывает, что на словах-то просто, но в реальности все будет сильно сложнее. Однако, если вам интересно, как и вам нужно сопровождение в этом моменте, звоните, пишите. Не стесняйтесь, мои контакты в описании к этому видео. Кстати, чуть не забыл, страница у меня есть в ВКонтакте, переходите, подписывайтесь, ссылки в описании. Есть у меня в Телеграме канал, я там много даю информации инсайдерской, как покупать квартиры в Москве, как продавать, как проверять продавцов, как проверять саму недвижимость. Я же работаю в основном на вторичке, подписывайтесь, не стесняйтесь. Теперь свежие новости, то есть я вам сейчас прочитаю обновления, которые произошли в отношении материнского капитала с 1 февраля 2024 года. Я же обещал в начале видео, то есть свежие новости, слушаем. Итак, материнский капитал теперь будет выплачиваться только лицам, имеющим гражданство РФ на момент появления ребенка, независимо от их места жительства. И только в том случае, если ребенок является гражданином РФ по рождению, это очень важно. При возникновении права на выплату материнского капитала не учитываются дети, которые не приобрели гражданство РФ по рождению. Действие данных поправок не распространяется на граждан РФ, не имевших гражданство Российской Федерации и постоянно проживающих на территориях ДНР и ЛНР Запорожской и Херсонской областей на день рождения или усыновления ребенка или детей. По состоянию на день принятия в Российскую Федерацию указанных республик и областей и образования в составе Российской Федерации новых субъектов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки. Очень важно, друзья, новые наши сограждане, имейте в виду, сохраните себе этот видос и эти новости найдите в интернете, тоже почитайте. У вас наверняка есть вопросы про материнский капитал России. Итак, кроме того, с 1 января 2024 года отцы, у которых возникло право на сертификат, как и матери, могут направлять материнский капитал на формирование своей накопительной пенсии. Семьи могут осуществить за счет средств материнского капитала реконструкцию дома, блокированной застройки, площадь которого может быть увеличена в целях улучшения жилищных условий. А с 1 февраля 2024 года материнский капитал был проиндексирован и он сегодня составляет 630 967 рублей 72 копейки. А за второго ребенка вам уже дадут 833 800 рублей 37 копеек. Итак, друзья, давайте подытожим это мое длинное и, как всегда, эмоциональное видео. Вы, кстати, не забывайте, комментируйте, пожалуйста, с какими трудностями и сложностями вы столкнулись при покупке квартиры, в которой был использован материнский капитал или при продаже квартиры, в которой вы сами использовали материнский капитал. А может быть у вас вообще никаких проблем не было и все классно прошло, особенно друзья из регионов, пишите свои реальные истории в комментариях, пожалуйста, мы можем таким образом друг другу помочь. Это очень важно. Ведь я, кстати, свой канал-то и начинал для того, чтобы просто нести информацию людям. Материнский капитал можно использовать на покупку квартиры для того, чтобы улучшить жилищные условия. Но если вы уверены, что до 18 лет ее продавать не будете или вы знаете, что у вас доход настолько хороший, он будет только улучшаться, что вы можете продать квартиру, доплатить и купить новую хорошую квартиру, более просторную и качественную. Во всех остальных случаях у вас есть те самые риски, то есть они возникают, о которых я говорил чуть раньше и о которых уже не успел поговорить, ну потому что я все не могу охватить всю информацию. Я уже могу потом в последующем отвечать на эти вопросы. Кстати, друзья, напоминаю, прямой эфир 0-4 июля в 8 часов вечера здесь на ютубе произойдет эфир с моим учителем, с топ-юристом из Москвы в сфере недвижимости Вадимом Шабальным. Приходите, будет очень интересно. Я попытаюсь, очень сложно у него график, у меня график, ввести обязательные прямые эфиры для вас, на которых, которых в этих прямых эфирах мы будем отвечать на ваши вопросы. Так что готовьте вопросы заранее. Покупайте квартиры в Москве, в Московской области, вообще в России, покупайте с целью инвестиций, с целью проживания, продавайте квартиры, только правильно. Учитесь обращаться с материнским капиталом, сохраняйте себе это видео. А если вам нужна профессиональная помощь, звоните, пишите. Мои контакты есть в описании к этому видео. До новых встреч, пока! Субтитры создавал DimaTorzok